Виктор Сергеевич ехал в офис банка, владельцем которого был. Не сразу он стал банкиром Виктором Сергеевичем Мизенцевым. С самого рождения Витька круглый сирота и детдомовец пробивал свою трудную дорогу сам. В приюте рассказывали, что его подкинули младенцем к дверям холодной осенней ночью. Окрестили малыша Виктором, понадеявшись на удачливое имя. Началась жизнь среди таких же бедолаг, как сам Витя. Много чего тогда случилось, всякое бывало. И драки, и обиды, и тоска. Витя смотрел в окно и видел, как папа и мама забирали с собой его друзей и плакал. Он почему-то не нравился приемным родителям. Так и вырос, выправился и ушел служить родине. После армии Виктор вернулся в квартиру, подаренную ему государством. Сел на подоконник и задумался. Многие его сослуживцы жаловались, чтобы купить несчастную комнатушку, надо пахать как проклятый. Завидовали Вите сироте, нашли кому завидовать. Но как ни крути, жилье имелось. Значит, высвобождались лишние деньги, которые можно было вложить. Куда? Виктор с детства оплодал практической смекалкой и решил, что деньги, которые он заработает, лучше всего потратить на образование. Так и сделал. Вкалывал с утра до ночи грузчиком, каждую копейку откладывал. Потом поступил заочно в универ, где получил диплом экономиста. А там пошло-поехало. За несколько лет Виктор сделал головокружительную карьеру и к 35 годам стал владельцем крупного банка. Но не всегда Мизинцеву сопутствовала удача. Женить бы, например, не принесла Вите никакой радости. Милана не любила его. Ей нужны были деньги и комфорт. Она вообще вела себя так, будто Виктор очередной этап на пути к идеальной жизни. В представлении Милана, конечно. Как только она нашла подходящий вариант, быстренько собрала вещи и улетела к новому избраннику, не забыв при этом отсудить у Виктора часть имущества. Бывший муж даже не горевал. Милана того не стоило. Хорошо, что детей не нажили, а может быть очень плохо. Как знать. И еще одна проблема занимала мысли Мизинцева. Вот уже несколько месяцев он безуспешно искал одного человека. Полгода назад Виктора подстерегли на платной парковке какие-то типы. Молодчики с бандитскими рожами попросили его прикурить. А дальше по известному сценарию. Мощные удары под дых, финки, кастеты. Вряд ли этим людям нужны были сигареты. Скорее всего они исполняли заказ конкурентов. Виктор, спасибо детдомовской школе, мог отлично за себя постоять. Но здесь был явный численный перевес. Бу знает, чем бы это все кончилось, но внезапно в драку вмешался какой-то парень, проходивший мимо. Герой был не робкого десятка. На пару с Виктором они быстро повергли бандитов в позорное бегство. Мизинцев пожал парню руку, пригласил его в кафе. Но тот покачал головой и растворился в ночи, как и не было его никогда. Лицо парня надолго отпечаталось в памяти Мизинцева. Виктор искал его, но везде тупик. Машина подъехала к огромному сверкающему зданию. Виктор припарковал автомобиль и через минуту уже поднимался на лифте в свой кабинет. Тут его уже ждал референт с скипой документов. Началась рутина. Пришли отчеты от коллекторской службы. Виктор, нахмурившись, рассматривал бумаги. Десятки несчастных загубленных жизнью людей, попавших в долговые ямы. Референт попросил обратить внимание на фамилию Градовых, клиентов банка, злостных неплательщиков. Не реагируют на просьбы отдать долг. Никаких объяснений не дают, гарантий тоже. Кто такие? Мизинцев посмотрел на часы. Через несколько минут у него планировалось совещание. Девушка молодая. На пару с мужем была взята ипотека. Два года выплаты поступали своевременно. А потом, через раз. На данный момент счета не пополняются совсем. Виктор махнул рукой. Сам разберусь. Знаю я наших опричников. Кошмарят людей попусту. А потом у меня проблемы с законниками. Через три минуты совещание. А повести я делаю. Не солидно банкиру мотаться по адресам должников. Эту работу должны были делать совсем другие люди. Но в последнее время участились жалобы клиентов на работу коллекторских служб. А это грозило банку большими неприятностями. Мизинцеву ясно дали понять. Если Виктор не приструнит своих головорезов, то приструнят его самого. Мизинцев быстренько проанализировал перспективы. Ничего хорошего. Не лучше ли лично пообщаться с должниками, а заодно и повысить престиж банка? Виктор остановил машину в просторном дворе новостройки. Поднялся на второй этаж и позвонил. Дверь ему открыла совсем молодая девушка, похожая на подростка. Под домашним платьицем был виден живот. Беременность около шести месяцев. Она настороженно смотрела на Мизинцева. Виктор представился. Здравствуйте, Евгения Семеновна. Виктор Сергеевич, служба банка. Мне хотелось бы выяснить с вами причины задолженности. Разобраться в проблеме. Женщина нехотя пригласила его в квартиру. Чай и кофе предлагать не буду. Вы не на светский раут пришли, как я догадываюсь. Тон Евгений был холоден и ровен. Не на светский раут, вы правы. Но и не на бандитские разборки. Просто хочу побеседовать. А чай вы мне предлагать не обязаны. Просто ответил мужчина. Он мельком оглядывал обстановку квартиры. Чистота и пустота. Видимо, пара успела купить жилье, а мебелью обзавестись не смогла. В комнате диван да кресло. Даже телевизора не было. Виктор попросил разрешения присесть. Женя указала ему на кресло, а сама разместилась на краешке дивана. Она немного помолчала, рассеянно посмотрела в окно. Костя много работал. День и ночь. Он таксистом был. Старался, чтобы не было долгов по ипотеке, чтобы на жизнь хватало. Я просил его поберечься. Не слушал. А потом? Она кивнула на живот. Я сказала мужу о малыше. И Костя вообще с ума сошел. Сутками пропадал на работе. Похудел страшно. Не выдержал. Заснул за рулем и выехал на встречную полосу. Женщина говорила спокойно. И это было страшнее всего. Муж Евгений погиб сразу. Похороны отняли массу времени и сил. Ушлым дельцам из ритуального агентства пришлось отдать большую часть скудных сбережений. Кое-как она заплатила взнос по ипотеке. Оставалось совсем немного. На еду и лекарства. Через месяц пришлось продать технику. Денег не было совсем. Коллекторы позвонили сразу после первой просрочки. Начались угрозы и издевательства. Женщина впала в отчаяние. В долг никто не давал. Средства быстро растаяли. Не на что даже было купить хлеб и молоко. Я вас не обманываю. Я только чай пила, пока не кончился. А кофе мне нельзя. А вы беседы беседуете. Вам плевать. Женя с такой ненавистью взглянула на Мезенцева, что тому стало жутко. Как она вообще жила все это время? Ведь она просто беззащитная женщина. Да еще и беременная. В таком положении категорически запрещено голодать. Виктору вдруг стало стыдно и противно за свою устроенную с комфортом жизнь. За дорогую машину, огромный дом за городом, за красную икру на завтрак. Все это он заработал сам, выстраивая свою жизнь по кирпичику. Но эта молодая женщина, девочка почти, вынуждена взвалить на свои плечи груз ответственности. А что будет с ребенком? Как ей справляться в одиночку? Острая жалость колыхнулась в сердце. Виктор, наверное, впервые в жизни растерялся. Но что же вы не пришли в отделение? Я не знаю. Все как в тумане, прошептала Женя. А она с трудом поднялась. Пойдемте на кухню. Я вам отменный кофе сварю. Правда, у меня ни сахара, ни сливок, ни круассанов нет. Виктор прошел на кухню, скользнул взглядом по стенам и оторопел. Над кухонным столиком висела фотография того самого парня, которого он искал столько времени. Веселый, красивый молодой человек улыбался с портрета в черной рамке. Костя, эх, что же ты? Мезенцев никогда не плакал. Но в этот раз слезы потекли ручьем. Что с вами? Женя удивленно перевела взгляд с лица Виктора на портрет покойного мужа. Мужчина вдруг засуетился. «Евгения, Женечка милая, я сейчас вернусь». Виктор открыл входную дверь и поспешил вниз по лестнице. Женя застыл на кухне, ничего не понимая. Через некоторое время Мезенцев вернулся с огромными пакетами продуктов в руках. Он выкладывал на стол мясо, фрукты, творог, сыры трех видов, молоко и чай. Казалось, что пакеты не имели дна. Стол представлял собой гастрономическую витрину. «Зачем вы, Яня?» – начала была Женя. «Не спорьте и не отказывайтесь. Вам необходимо хорошо питаться», – строго сказал Виктор. «Спасибо», – прошептала женщина. «Ешьте на здоровье. А насчет ипотеки не беспокойтесь, я лично займусь этим вопросом. И будьте спокойны, коллекторы уже забыли сюда дорогу. И ваш номер телефона они тоже забыли». Мезенцев закрыл за собой дверь. Женя была потрясена. Что случилось с этим представительным, знающим себе цену мужчиной? Почему он так был взволнован, когда увидел фотографию Кости? Ипотека, не будет проблем. Да что такое происходит вообще? Мезенцев погасил кредит взятой Костей. Денег не было жалко. Хотя до этого случая никто бы не поверил, что практичный и пунктуальный Виктор Сергеевич был способен на такие широкие жесты. Банкиры – люди, напрочь лишенные сантиментов. А тут – расточительность и барство какое-то. Мезенцев не стал ничего объяснять коллегам. У него появились новые цели и задачи, новый смысл жизни. Он каждый день приезжал к Евгении. Сначала она пугалась, не понимая, почему банкир взялся шерствовать над ней. Но постепенно привыкла к ежедневным визитам и звонкам заботливого Виктора. Он нашел в себе мужество признаться ей в причинах своего отношения к будущей матери. Женя ждала Мезенцева каждый день. Даже обед готовила к его приходу. Правда, все чаще уставала. Срок немаленький, скоро рожать. Виктор определил свою подопечную в самую лучшую клинику, запретив ей возражать. «Я Косте жизнью обязан. Поэтому должен носить тебя буквально на руках. И вообще…» Мужчина осёкся, боясь, что Женя догадается об истинных причинах заботы о ней. Да, боялся. Потому что в один прекрасный день вдруг понял, что не только долг движет им. Было ещё что-то. Другое. Любовь. Он поразился догадке, но старался не показывать виду. Ах, если бы он знал, что совершенно напрасно опасается. Женя ждала Мезенцева. Она проверила пироги в духовке, подумав, что строгий Виктор опять её отчитает за тяжёлый труд. Пылинки с неё сдувал. Глупый. Будто не понимал, что она была готова не только пироги. Быка зажарить для него. Женщина посмотрела в зеркало, поправила прическу. Отметила, что симпатичное платье ей очень шло, несмотря на беременность. Вите понравится. Думала. И тут Женю осенило. Да ведь она влюбилась. Вот это да. Нашла в кого втюрится глупая вдова, похожая на бочку. Когда пришёл Виктор, она старалась вести себя нейтрально, но при этом краснела каждый раз, когда нечаянно касалась его рукой. Всё решилось в один прекрасный мартовский день. У Жени начались роды и Виктор сам отвёз её в клинику. Под присмотром вышкаленных акушеров Женя без проблем родила хорошенькую дочку. Через некоторое время в палату, где отдыхала молодая мать, ворвался вихрем Мезенцев. Точнее, сначала в помещение втиснулся огромный букет алых роз, а уж потом Виктор, абсолютно счастливый, с глупейшей улыбкой на губах. «Как поживают мои девчонки?» – спросил он. И эти слова звучали так естественно и просто, что Женя без пауз ответила. «Твои девчонки поживают прекрасно». Мезенцев поцеловал Женю в щёку, а потом увидел, как распахнулись глаза любимой. Она ответила ему поцелуем в губы. Оба были потрясены. Виктор смутился, подошёл к кроватке малыша. «Какая она красивая! Какое имя будет у нашей принцессы?» «Виктория», – ответила Женя. «Виктория Мезенцева. Звучит великолепно», – задумчиво произнёс мужчина. «Ты серьёзно?» Женя приподнялась на подушках. «Мы же любим друг друга. Зачем играть в непонятные игры?» – тихо ответил Виктор. «Ты прав», – согласилась Женя. Она подошла к Мезенцеву и тоже склонилась над дочкой. «Если бы Костя нас видел, не стал бы возражать. Правда?» «Безусловно», – согласился Женя Мезенцев, нежно обняв её за плечи. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!